Египетская царица Клеопатра Египетская царица Клеопатра украшала свою жизнь изысканными играми и развлечениями. Последней ее выдумкой было создано незадолго до гибели общество совместно стремящихся к смерти. Цель – приручить смерть. Лелеете ее, как домашнего зверька, каждый день кормить руки своими мыслями. Боязнь кончина отравляет наши души. Чтобы не бояться смерти, надо ее досконально изучить, включить ее действующим лицом в жизненный спектакль. Древние египтяне верили, что перешедшему в иной мир можно обеспечить вечную жизнь, если сохранить тело. Неприкосновенность мумии считалась основной предпосылкой ничем не мраченного существования фараона по ту сторону бытия. Эти пирамиды, созданные задолго до нашей эры, были хранительницами тайны. А эта пирамида нашего времени – свидетельство метаморфоз 20 века. Марксизм-ленинизм избрал своей философской базой материализм и научный атеизм, отрицающий загробленное существование души. Тем не менее, сразу же объявил Ленина бессмертным – живее всех живых. Кстати, во взоре Ленина признан одной из наиболее удачных экспозиций современной музейной истории. Нечеловеческая музыка. Вернемся же к самым человеческим вопросам. Перед нами Ленин. Не только ум, честь и совесть нашей эпохи, как это было объявлено ранее. Ленин – символ и знак ее. Такой же, как Кока-Кола или любимый мультяшка Микки. Один из вечно живых героев поп-культуры. Кукла Барби – тоже символ нашего времени. Это наше все. Точнее, мечта обо всем совершенном. О совершенной внешности, о совершенной любви, о совершенной жизни. Ну, соответственно, и смерти. Мне кажется, что вот у девушки, у которой есть абсолютно все, то есть есть бойфренд, есть замки, есть автомобили, пускай игрушечные, бассейны и так далее, вот я хочу, чтобы она ни в чем себе не отказывала, просто-напросто, в конце концов, подарить ей то, без чего она не сможет помереть. Поэтому я делаю такие роскошные, гламурные гробы. Для меня смерть достаточно вещь изысканная. Мне кажется, что умирать надо красиво, действительно. Это такой вот, ну, если, скажем, можно не очень красиво и много раз жениться, разводиться, пьянствовать, то смерть, как ни в руке, это все-таки единичный, очень важный момент для человека. Смерть куклы Барби – еще один способ очеловечиться. Это произведение, так похожее на популярную теннисистку, тоже кукла. Одна из силиконовых кукол Олега Кулика. Причем же здесь анатомические швы, спросите вы. А художник ответит. Ну, чтобы показать, что это именно как раз вот из живого сделанное мертвое. Это вот этот вот любимый такой жест культуры. Вот, взять и перевести, как бы, вот в какой-то вечный материал, нетленный. Причем не только бронзу, камень или дерево, но и живое тело. В данном случае нетленный образ завершает эволюционную цепь в Зоологическом музее художника. На самом деле оказалось, как бы, это самое интересное, что есть в человеческой культуре. Это то, как культура уничтожает или, скажем так, отвоевывает себе место у природы. Это Зоологический музей – это музей большой тотальной войны культуры и природы. Вот, и мы там смотрим свои трофеи. Вот мы победили Львов, вот мы победили Океан, вот мы победили Китов, вот мы победили там еще кого-то. И вот, но там нет самого победителя. Вот они, победители. Самые-самые. Самые лучшие. Самые популярные. Те, в кого мы готовы инвестировать свой интерес, свою жизненную энергию. Наши герои. В поп-этике слава – основной принцип. Морален тот, кто знаменит. Смерть становится смертью только, когда показано по ТВ. Искусство искусством только, когда оно показано по ТВ. Реклама, биржевый курс, происшествия. Человек, выпавший из окна небоскреба, кока-кола и доллар в одном смысла в обряду. Выражение «выйти в тираж» означает становиться непригодным к чему-либо. Или, напротив, становиться пригодным для смерти. Поп-герои, как и мифологические боги, живут вне времени, во всех трех временах одновременно. И не знают смерти. Нам же для поддержания разговора о живом-мертвом стоит вернуться в зоологический музей. Место встречи. Музей – это как раз и есть место, где пересекается живое и мертвое. Ну, в прямом, переносном смысле – прошлое и будущее. Это же не есть хранилище мертвого. Это как раз и есть место, где встречается живое и мертвое. И мы любим культуру мертвую. И любим жизнь мертвую. Чтобы она не пахла, не воняла, не нападала, ничего не требовала, не заражала. Они, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот как на картинке. Приятные, спокойные. Один из залов галереи «Тэд Модерн» посвящен натюрморту. «Мертвая природа» – так переводится натюрморт. Очарованная смертью художники на протяжении многих веков создавали произведения, ставшие шедеврами мировой культуры. И современный художник внес свою лепту в развитие этого жанра. «Жизнь и смерть» – литмотивы представленных работ. «Жизнь, движение к смерти» – вторит Сигмунту Фрейду Сэм Тейлор Вуд. Художницу интересует не процесс гниения, а оживление картины. Фрукты на тарелке – это оживший голландский натюрморт. И как следствие того, что он ожил, он должен умереть. Съемки, проведенные в течение девяти недель и сжатые до трех минут, делают зрителя свидетелем процесса жизни и умирания. А это уже и работа Дамиана Хёрста под названием «Формы без жизни». «Ты убиваешь вещи, чтобы смотреть на них», – признается художник. «Разве не прекрасны эти ракушки, привезенные из Таиланда?» «Моменто море», – сообщают они, как и множество других предметов, развещённых в этом зале Тейт, который так и называется – «Моменто море». Смерть – это просто один из аспектов жизни. В этом убеждён художник Петер Уиткин, чьё творчество многие истолковывают, как эпатаж. А может быть, это поиск ответов на вопросы – существуют ли грани между жизнью и смертью, красотой и уродством, нормой и извращением? Или разграничение этих понятий, тиражируемой веками заблуждений? В эпоху Возрождения художник хотел знать, как устроен человек. Тогда само это желание расценивалось как святотатство. Сегодня со строением мышечной системы человека знакомятся в средней школе. Однако современный художник не торопится покидать анатомический театр. Много столетия назад тибетскими монахами была написана «Книга мёртвых». Смерть у тибетцев не страшная старуха с косой, а строгой проводится вечность. Поэтому и встречать её следует без паники, с торжественным выражением на лице. «Книга мёртвых» Арсена Савадова была воспринята как шок, как конец в искусстве, в котором тема смерти всегда обозначает некие пределы художественности. Быть удобным всем невозможно, но не касаться подобной темы уже нельзя было. Почему? Потому что смерть, она вроде бы и принадлежит нам. И в то время абсолютно от нас отстранена. Мы не можем её переживать. То есть, когда мы её переживаем, с нами происходит трансформация. Всё, что мы делаем в искусстве, оно связано с какими-то главными темами человеческими, по-любому. И что бы мы ни говорили, какие бы ни были надстройки, есть какой-то базис. И один из главных кирпичей в этом базисе — это эра сатанаторская. То есть, всё современное искусство может поместиться в амплитуду этого кирпичика базового. Это настройки или подстройки, или достройки, они всегда связаны с экономикой и существованием человека. И опять это вызывает к смерти, потому что это одна из крайних точек, которая вытеснена обществом практически на окраину. В мертвецах нет ничего нового, но всё равно столкновение с ними и пугает, и завораживает. Причём испуг, напряжение и неудовольствие — те переживания, которые способны привести зрителя к очищению, то есть к катарсису. А ради этого можно и самому попугаться, и других попугать. Тем более, что у тебя день рождения, и в каком-то смысле можно подвести итоги. Да и на дворе. Гризисный. 1998 год. Это ещё было как раз после дефолта 17 августа. Все жили в какой-то такой тревоге. Все не знали, как жить дальше, что дальше будет. Доллар дешевел, рублей не было. И вот как раз я создал такую ситуацию, где люди пришли и смогли вытеснить вот эту свою тревогу. Вот все вот эти объединиться вокруг меня вот этими какими-то хорошими чувствами. Для чего люди приходят на похороны? Чтобы какое-то количество доказать, что, как сказать, перебороть вот эту смерть одного единственного человека. Такой был организован механизм, где как раз они вдруг начали испытывать какие-то общие для них необычные доселе чувства и имели возможность эти чувства выразить. А я был лишь таким режиссёром маленьким и слушателем. То есть они-то очень сильные воздействия, конечно, из Италии. Там ещё во всём этом зале висел некрополь. Для всех пришедших были предсказаны, для всех моих знакомых были указаны точные даты, когда и от чего они помрут. Чтобы они ощутили бровенность, конечно же, бытия. Когда-то Зигмунд Фрейд сформулировал одно очень важное положение. Целью всякой жизни является смерть, а жизненный путь – ареной борьбы между Эросом и Танадесом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин